Срок сдачи в эксплуатацию детского сада в Ивниках сорван. Здание на 140 мест должно было появиться в поселке еще 1 августа. Однако 31 июля администрация Ярославского района расторгла контракт с подрядчиком, который вел строительство соцобъекта. В скандальную ситуацию вмешался председатель правительства региона Александр Князьков. Возведение детсадов в области находится под его личным контролем. Ивниковский детский сад единственный из строящихся в области, который не будет сдан в срок. Конкретно к 1 августа этого года, как получилось так, что Ярославский район по сути лишился 140 мест для детей, на заседании правительства выясняли детально. Заказчик администрации района признала, контракт с подрядчиком-родостроем расторгнут по соглашению сторон. Теперь к подрядчику не выставишь ни одной штрафной санкции. Подрядчик ушел от того, чтобы его назвали недобросовестным. И теперь вы объявили новые торги. Чего построил он непонятно совершенно. Поэтому новые торги необходимо отменить. Причем, по словам главы района Татьяны Хохловой, сроки строительства были сорваны фактически с самого начала стройки. Ввиду того, что была весна очень ранняя, площадка получилась затопленной водой. И это немножко сдержало сроки строительства объекта, потому что на площадку просто невозможно было въехать. И, естественно, практически строительство началось уже ближе к весне, самое основное. Но даже когда он вышел на эту площадку, все равно темпы строительства были очень-очень низкие. И это привело к срыву графика ввода объекта. Поэтому, значит, было это письмо написано, в соответствии с которым он согласился добровольно расторгнуть этот контракт. Контракт был расторгнут 31 июля. Уже почти месяц на стройке никого нет. Оттуда, по словам подрядчика, он уже вывозит материалы, хотя освоил больше 46 миллионов рублей бюджетных денег. С подрядчика могут взыскать неустойку. Районные власти готовят на это документы, но она составит всего полтора миллиона рублей. Представитель подрядчика признает, что с проектом, мягко говоря, не повезло. Хотя до сих пор непонятно, чья это ошибка – его или проектного института. В принципе, можно было бы построить, и мы это надеялись, в сроки до 1 августа. Если было бы все идеально. Ну, понимаем, что идеальных проектов нет, но не таких слабых. Я понимаю, что мы аукцион выиграли, а ценить говорить это не приходится. Мы, например, там, может, чуть попозже, они бы могли бы чуть пораньше эти вопросы заметить. А могли бы могли и чуть попозже, чем мы. То есть здесь трудно сказать, но все равно бы эти вопросы возникли. Само собой, все это оттянуло времени. По словам главы правительства региона Александра Князькова, власти района должны были расторгнуть контракт в одностороннем порядке, чтобы затем обратиться в суд. Сейчас это сделать уже невозможно, однако строительство детского сада в Ивниках поставлено на особый контроль главы регионального правительства. Случай беспрецедентный. Все-таки вышел скандал из-за действий и районных властей и подрядчика, а ведь речь идет о срыве графика выполнения федеральной программы в нашей области. Мы знаем, это Гаврилфьямскую больницу, тот же самый подрядчик, родострой. Это Тывниковский детский сад. Сейчас мы приняли решение последующие торги по этому объекту приостановить. Нам необходимо провести техническую экспертизу того, что построено. Есть сомнения, что это построено правильно и качественно. Всю информацию мы передадим соответствующие органы внутренних дел в прокуратуру о неправомерном расторжении контракта. И администрации Ярославского муниципального района запрещено больше самостоятельно строить объекты с участием областных и федеральных средств. Их будет осуществлять единая служба заказчика, которая существует при департаменте областного строительства. Сколько времени потребуется, чтобы достроить детсад в Ивниках, пока не ясно. Однако он в так называемой высокой степени готовности. То есть сносить его новому подрядчику и начинать все с нуля уже нецелесообразно. Продолжение следует...